В этом разделе рубрики речь пойдет об алгоритмах действий по реализации, защите гражданских и трудовых прав севастопольцев. Председатель судового товарищества Степан Палович спрашивает. Оператор по вывозу коммунальных отходов предлагается доводам заключить договор на вывоз бытового мусора с условием об учете отходов, исходя из количества и объема контейнеров, установленных на площадке для их сбора. Правильно ли это? И возможен ли иной способ учета? Отвечу сразу – да, возможен иной способ учета коммунальных отходов. Существует два варианта, которые существуют у нас в законодательстве. Первый вариант представляет из себя способ учета отходов, которые формируются, исходя из объема и количества контейнеров. Такой способ учета более выгоден в отношении регионального оператора, соответственно, и этот способ учета предлагается в проектах договоров. Однако существует и второй способ учета, исходя из норматива накопления коммунальных бытовых отходов. Скажем, в отношении города Севастополя такой норматив установлен постановлением правительства и составляет 2,29 кубических метра объема коммунальных отходов в год садового участка. Это примерно составляет 1000 рублей в год садового участка. И, безусловно, такой способ коммерческого учета менее выгоден региональным операторам по вывозу мусора, и он, соответственно, в договорах не предлагается. Однако, Верховный суд Российской Федерации указал, что способ выбора коммерческого учета между объемом контейнеров либо между нормативом принадлежит потребителю. Более того, Федеральная антимонопольная служба России подчеркнула, что навязывание невыгодных условий потребителю со стороны регионального оператора, в том числе невыгодного способа учета твердых коммунальных отходов, является нарушением антимонопольного законодательства. Поэтому, еще раз подчеркиваю, в данном случае право выбора между способом накопления, исходя из объема контейнера, либо исходя из норматива, принадлежит потребителю. Крайне важно своевременно заявить свои возражения региональному оператору в отношении способа коммерческого учета, либо и иных возражений в отношении содержания проекта договора. Поскольку данный срок установлен всего в течение 15 рабочих дней, и при нарушении этого срока договор будет считаться согласованным в редакции регионального оператора. Ваши вопросы можно задать по телефону 8 86 92 88 5103. Продолжение следует...